Добрый день, уважаемые слушатели! В данном видео вам будет представлена лекция на тему предпринимательства и издержки производства. План лекции, сущность предпринимательства, далее организационно-правовые формы предпринимательства, издержки и их виды и прибыль и ее виды. Для начала давайте рассмотрим, что же такое предпринимательство. Предпринимательство это инициативная самостоятельная деятельность граждан и объединений, которая связана прежде всего с риском и также направлена на получение прибыли. Предпринимательство это хозяйственная деятельность, направленная на регулярное получение выгоды, дохода или прибыли с использованием новизны, риска, инициативности, а также изобретательности. В широком понимании это предприимчивость, инициативность, активность, рискованность в разных видах экономической деятельности с целью максимизации доходов. Различные способы комбинации экономических ресурсов связаны с открытием новых способов производства или технологий, изготовлением нового неизвестного потребителям блага или коммерческого использования уже существующего товара или услуг, освоение новых рынков и так далее. В узком же смысле предпринимательство представляет собой экономическую, коммерческую деятельность какого-либо собственника или хозяйствующего субъекта, то есть предприятия. Давайте рассмотрим виды предпринимательства. Первое это производственное предпринимательство осуществляет производство товаров и услуг, информации, духовных ценностей и так далее. Далее коммерческое предпринимательство состоит в операциях и сделках по перепродаже товаров, услуг и не связано с производством продукции. Следующее это финансовое предпринимательство является разновидностью коммерческого предпринимательства. В данном случае объектом купли-продажи здесь выступают деньги, валюта, цены, бумаги. Далее посредническое предпринимательство проявляется в деятельности, соединяющей заинтересованные во взаимной сделке стороны. Страховое предпринимательство это особая форма финансового предпринимательства, заключающая в том, что предприниматель получает страховой взнос, который возвращается только при наступлении страхового случая. Организационно-правовые формы предпринимательства. Они у нас делятся без образования юридического лица, это индивидуальные предприниматели, простое товарищество, а также организации юридического лица, это коммерческие, к ним относятся хозяйственное товарищество и общество, производственный кооператив и также унитарное предприятие. В свою очередь, хозяйственные товарищества и общество делятся на товарищества, которые бывают командитные, полное товарищество, либо товарищество с ограниченной ответственностью. Также сюда входят акционерное общество и общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество у нас, в свою очередь, делится на два вида. Это открытое акционерное общество и закрытое акционерное общество. Издержки и их виды. Что же такое издержки? Издержки – это затраты, связанные с производством товаров. В бухгалтерии и статистической отчетности они отражаются, безусловно, как себестоимость продукции. Далее, существует деление издержек на явные, то есть внешние, и неявные, то есть внутренние. Внешние издержки – это затраты, которые связаны с приобретением сырья, материалов и так далее. То есть это те затраты, которые идут вне. Они отражаются, как правило, в бухгалтерской отчетности. Далее, внутренние издержки – это неоплачиваемые издержки, то есть вмененные издержки собственных ресурсов, используемых, скажем, в данном производстве и так далее. И, соответственно, они у нас называются экономическими издержками. Далее, у нас существуют издержки в зависимости от объема производства. Они делятся на постоянные и переменные. Постоянные издержки – это те затраты, которые не зависят от объема выпускаемой продукции. К ним относятся такие затраты, допустим, как амортизационное отчисление, рентные выплаты, скажем, аренда помещения и так далее. И переменные издержки – это те затраты, которые зависят от объема выпускаемой продукции. К ним относятся такие, скажем, затраты, которые идут на сырье, материалы, заработную плату и так далее. Общие издержки – это у нас совокупность постоянных и переменных издержек. Для измерения издержек на производство единицы продукции различают средние издержки. Средние издержки у нас выражаются как АТС, то есть отношение ТС – общих валовых издержек на объем выпускаемой продукции. Следующее – это АФС, то есть ФС делим на количество выпускаемой продукции, то есть средние постоянные, когда идет отношение постоянных издержек к объему выпускаемой продукции. Следующее – АВС, то есть средние переменные издержки. Это отношение ВС к объему выпускаемой продукции, то есть отношение переменных издержек к объему выпускаемой продукции. И, соответственно, средние общие издержки – это совокупность средних постоянных и средних издержек. Далее, для определения максимального выпуска продукции рассчитывают предельные издержки, то есть маржинальные в переводе предельные, дополнительные издержки производства каждой следующей единице продукции. Или это та сумма, на которую возрастают общие издержки при увеличении выпуска продукции на одну единицу. Далее давайте рассмотрим, что же такое прибыль. Прибыль – это разница между общими доходами и суммарными расходами компании за отчетный период. При подсчете прибыли учитываются все виды деятельности – и основные, и дополнительные. Соответственно, существуют такие виды прибыли, как валовая, то есть разность между выручкой продажи товаров продукции и себестоимостью проданных товаров, то есть затратами и издержками. Далее, прибыль от продаж – это валовая прибыль, уменьшенная на сумму коммерческих и управленческих расходов. Следующий – это прибыль до налогообложения, то есть прибыль от продаж, увеличенная на сумму прочих доходов за вычетом прочих расходов. А также чистая прибыль, то есть это прибыль до налогообложения, уменьшенная на величину текущего налога на прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Бухгалтерская прибыль – это разница между совокупным доходом и явными затратами. Экономическая прибыль – это разница между совокупным доходом и альтернативными издержками, то есть явными и неявными издержками производства. И в заключение хотелось бы отметить, что в данной лекции были рассмотрены теоретические аспекты предпринимательства и его организационно-правовые формы. Также раскрыты и сдержки, и прибыль, и представлены их виды. На этом наша с вами лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч! Продолжение следует...